уважаемые коллеги здравствуйте на связи давид резаев сооснователь национальной ассоциации аукционных брокеров сегодня хочу в этом небольшом видео показать вам как проходить аккредитацию на электронно-торговой площадке фабрикант у меня закончилась аккредитация и ее нужно проходить повторно и так давайте я вам сначала покажу данную электронно-торговую площадку ее адрес в интернете fabrikant.ru и давайте мы собственно зайдем под логином и паролем на данную электронно-торговую площадку у нас тут есть вход в систему по логину и паролю или войти по электронной подписи моя электронная подпись сейчас вставлена в usb-гнездо давайте собственно по данному методу и зайдем я кликаю на кнопочку войти по электронной подписи я выбираю нужный сертификат нажимаю войти из тема производит индификацию электронной подписи ожидаем обычно это занимает секунд пять десять где-то так сегодня это время растянулось чуть чуть дальше но ничего страшного вот наконец-таки мы зашли в личный кабинет вот видите давид резаев и нам нужно собственно против аккредитацию в секции аукционов по банкротству я кликаю сюда на сертификат и тут написано получить аккредитацию кликаем сюда и спускаюсь чуть ниже и нажимаю на кнопку получить аккредитацию и у тут нам система она система просит загрузить документы для рассмотрения запроса для этого нам необходимо заявление на аккредитации копия свидетельства индификационном номере налогоплательщика и днм копия документов удостоверяющую личность то есть паспорт и копия снилс эти все документы у меня на компьютере готовы вот я создал отдельную папочку и давайте мы собственно их загрузим кликаю на кнопку загрузить файл прикрепляю первый файл и первый файл у нас будет заявление на аккредитацию обязательно пишу название документа и краткое описание и нажимаю загрузить система подгружает данные документы отлично первый документ готов следующий документ это у нас будет и нам нажимаем загрузить так следующий у нас документ копия паспорта я рекомендую всем уважаемые коллеги делать делать документы в формате pdf очень удобно мы паспорт я вам напомню мы сканируем от кремля до последней странички должно быть 11 разворотов и обязательно формате pdf так подписали название документа нажимаем на кнопку загрузить и и последний документ у нас это копия снилс она у меня также готова подгружаем и тут пишу название документов снилс так собственно все у нас документы загружены и нам тут система подсказывает загружаемые документы необходимо подписать электронной подписи давайте мы в принципе это и сделаем внизу у нас есть кнопочка подписать все документы рп электронной подписью кликаем выбираем необходимый сертификат нажимаем подписать идет генерация и делаем повторно подписание разрешить иногда система у вас будет просить разрешить то или иное действие это иногда бывает из-за того что вы допустим обновили крипто про или у вас новая эцп система должна быть настроена и сейчас у нас так будет раза два три я думаю даже четыре раза просить переподписать это связано с настройкой системы так ожидаем видите данные иконки мигают это значит идет подписание документов ждем 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 идет подписание документов ждем ждем идет подписание сегодня что-то то ли связано с плохим интернетом то ли сегодня площадка так отображается технически свои технические процессы вот отлично обратите внимание появились зеленые надписи подписание прошло успешно сформирована подпись усовершенствованного формата супер на всех четырех документов у нас такие надписи нажимаем закрыть и нам в принципе остается сделать последний шаг последний шаг это отправить запрос я кликаю на данную кнопочку отправить запрос и в принципе все вот видите у нас в личном кабинете появилось состояние запрос отправлен обычно обработка запроса занимает до трех рабочих дней то есть через три рабочих дня мне в принципе должны предоставить аккредитацию уважаемые коллеги на что собственно я рекомендую обратить обратить внимание при подачи подачи документов на аккредитацию ну во первых вы на площадке фабрикант должны составлять заявление я вам рекомендую когда вы составляете заявление и в заявлении пишите все ваши паспортные данные ровно так как написано непосредственно в самом паспорте если вы пропустите какую-нибудь букву или слово не дай бог или не поставите запятую то вас в принципе имеют право отклонить и вам нужно будет сделать повторный запрос на аккредитацию и это снова будет занимать до трех дней ну в принципе все уважаемые коллеги желаю вам удачных торгов с вами был Резаев Давид председатель национальной ассоциации аукционных брокеров увидимся с вами в нашем сообществе пока пока пока